Сможет ли шаолинский монах перебить в реальном бою мастера Тхэквондо? Сможет ли стиль стальная башка перебоксировать быструю ногу? А вот это мы с вами сейчас и узнаем. Привет, боевые африканские тюлени! С вами проект Муэйтай Сикея Яварченко Виталий. А мы с вами заценим крутой бой, в котором сойдутся два стиля – кунг-фу и Тхэквондо. Юлонг – самый известный монах шаолинь в мире, который выступает на профессиональных турнирах по К1 и выходит в ринг против любых представителей единоборств. Обзор на этого лысого кунг-фуиста вы можете посмотреть в подсказках справа в углу. Сегодня его соперником будет мастер Тхэквондо, черный пояс, местная звезда Ли Дэхун. Бой начался, и мы сразу видим отличный прихват ноги от Юлонга с молниеносным высеканием. Это его коронные фишки – захват бьющей ноги и высекание опорной. Или сразу высекание опорной ноги лоу-киком, когда противник держит блок. Думаю, мы с вами еще это увидим в бою. Боец Тхэквондо ожидаемо делает акцент на удары ногами. Пытается пробить торнадо и удары с разворотом на 360 и 540 градусов. Это все очень красиво, но, видать, Юлонга это не впечатляет. Кстати, нужно отметить, что бой проходит в Корее, на родине черного пояса. А значит, кроме поддержки зрителей, у него однозначно будет поддержка судей. Поэтому Монаху нужна уверенная победа, а еще лучше нокаут. По ходу первого раунда мы с вами постоянно видим белые штаны на канвасе ринга. Надеюсь, организаторы хоть нормально его помыли, а то белое так тяжело потом стирать. Боец кунг-фу планомерно и жестко высекает тхэквондиста и отбивает ноги, иногда пробивая руками. В свою очередь, мастер Тхэквондо отвечает руками очень печально и всегда по воздуху. Над этим ему стоило поработать перед выходом в ринг по правилам Кей-Ван. А тем временем у нас закончился первый раунд, который полностью остался за Монахом Шаоли. А тхэквондист под конец раунда как-то неохотно наносил удары. И еще с большей неохотой вставал с канваса ринга после падения. Думаю, нас ждет интересный и последний второй раунд. Елон продолжает давить и отбивать ноги лоу-киками, добавляя прямые, которые очень не нравятся Хуну. Но поделать с этим он уже ничего не может. Такое впечатление, что у него абсолютно кончился бензин. Все-таки делать удары ногами в прыжке очень энергозатратно. А эффекта в этом бою с этого было мало. Нокаут. Но больше от усталости, чем от сильного удара. Пишите ваши комменты, что вы думаете про эту зарубу. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись этим видео с друзьями. Пускай тоже заценят мастеров. А если ты хочешь научиться драться или усилить свои тренировки, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Сегодня мы не увидим мастеров кунг-фу и их друзей. И слава богу, а то пришлось бы вызывать катафалки. Но зато мы увидим реальных пацанов, а вернее сказать бойцов, а еще точнее реальных мастеров. А вот это уже известное на весь мир прикосновение священной ладони дикой ящерицы, от которой боец Муай-Тай отлетает на несколько метров. Правда, мы умолчим тот факт, что его два прямых пробивались в стороны. Нам с вами невероятно повезло, что этот бой, который стал в свое время сенсацией, а проходил он в начале 40-х годов прошлого столетия, сняли на пленку, и мы можем сами его посмотреть и сделать свои выводы. А вот это довольно интересное видео, в котором у мастер кунг-фу в желтых шортах, кстати, не дедушка, а молодой атлетичный парень, который, видать, решил постигнуть кунг-фу после пару годков качалки, пришел в зал знаменитых Грейси. Конечно, дедушку жалко, и большой чести в том, чтобы нокаутировать 60-летнего пенсионера нет. Но и вы должны понимать, что Кикару тоже 49, и он не молодой профик. А седоволосый орел в тени дракона сам предложил поломать всех на своем пути. Бой был феноменальный. Уличника хватило на пару ударов, после чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру, он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. В свою очередь таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Пропустив парочку хороших лоу-киков, Руфус начинает больше бегать по рингу. Удар пяткой в печень, контролем среднего уровня предплечья. Как бабочка наказывает капусту на огороде нерадивой бабули. Ну, наверное, перевод был бы где-то таким. Вызов принял Джин Хон, начинающий боец ММА с рекордом в 4 победы, который подумал, что это неплохой шанс заявить о себе на весь Китай. Ведь победа над мастером кунг-фу. А теперь перейдем к нашему невероятному бою, в котором наш мега-качок просто уничтожает своего соперника нереально мощными, быстрыми и тяжелыми ударами. Ну, по крайней мере, у него в голове все-таки происходит. Но вот в реале этот бой похож на замедленное воспроизведение какого-то рестлинга. Я могу только снять шляпу и высказать уважение организаторам такой лиги. То есть мастера не просто преподают непонятно для кого и для чего каратэ скатами, а конкретно затачивают свое направление под реальный поединок. Ну, а проверить работоспособность любого направления можно только в соревновательной манере. Наш Райан тренировался целых три месяца перед этим боем. Все-таки выходить дряблым задротом, как есть, он не рискнул. Но и этого было маловато. Хотя в бою он девочку не жалел и махал своими клешнями в лучших традициях сельских разборок возле клуба. Когда любуются бесконечностью звездного неба... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть здесь техники набегания. То есть я встаю, да, и пошел. Вот она разница. Видишь, круговой бой. То есть что такое ассасин? Ему пофигу, что полюбить. Он в толпу забегает, да, и пошел просто убивать. То есть там нету... В настоящем бою вам в кино показывают. Ха! О-о-о! Да? А-ля кинокомедия. Вот. А настоящий бой... Он вот он. Пошел, понимаешь? То есть ты крутишься. В толпу залетел. И пошел убивать просто, да? То есть там тебе думать-то особо не приходится, да? То есть ты вошел в толпу и пошел. Вот. Смотрите, и вот возникает штанга, да? Вот. И вот здесь вот где-то потянули. Да, где-то потянули. То есть выбили нижний шар, выбили нижний шар, шар ушел. И здесь возникла штанга, чтобы его раскоординировать. Да, вот он уже... Вот тут когда схватиться, не всегда человек получается, потому что он жену. Да, поэтому что? Я бью по нижнему шару, вот теперь штангу на себя, и он все отлично пошел. Нижний шар прочь-то держит штангу. Понимаете? Поэтому вывести человека сложно, уже ноги у него это... Да вот таким вот способом просты. Браз, и вот штангу потянул просто за собой. И вот он у нас перед тобой. Видите? Это вот энергетический бесконтакт, то есть выведение из равновесия. То есть сейчас вот было что? Резонансный удар ногой в шар. Как бы я почувствовал, что резонансная волна началась вот здесь и как бы вылетела в шар. Выбила его по мячу. Техника удара. Онлайн курс для домашних тренировок. Лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.